Компания «Найрософт» – участник межвузовской ярмарки, которая в среду проходила во дворце игровых видов спорта. Глава региона отметил, что студентов будущих молодых специалистов интересуют заработная плата, условия труда и перспективы карьерного роста. Для того, чтобы потенциальные претенденты смогли найти ответы на эти вопросы, и устроена ярмарка. Диалог губернатора с представителем «Найрософта» состоялся возле стенда компании. Какая зарплата? Зарплата начинающих специалистов от 60 до 90 тысяч рублей. Начинающих? Начинающих, да. В зависимости от специальностей и навыков. А как быстро можете поднять зарплату и встать, интересуясь? Вот студент пришел к вам на работу. Это я правильно понимаю, что 60 до 90 уже может студент получать? Да, это правильно. В компании «Найрософт» студенты, которые продолжают обучение в магистратуре, имеют возможность параллельно работать и получать достойную заработную плату. Это программисты и разработчики электроники. Кирилл Ужастин пришел в «Найрософт» сразу после Энергоуниверситета. Предложение о приеме на работу он получил, будучи студентом. Принял участие в «Хакатоне», занял первое место. Первый проект в качестве полноценного сотрудника фирмы – разработка мобильных приложений под мобильные устройства для кардиореабилитации. Здесь созданы все условия для комфортной работы. Начинающим специалистам здесь будет достаточно просто начать свою карьеру, поскольку здесь молодой дружный коллектив, высокий уровень оплаты труда. В этом отделе проектируют программно-аппаратные комплексы. К примеру, эта программа разработана для реабилитации больных, которые перенесли инсульт или получили какие-то травмы. Датчики контролируют движение больного, сигнал поступает непосредственно к медику. В штате «Найрософт» работают более 400 человек, 60% – инженеры. В основном к нам приходят на работу выпускники Ивановского государственного энергетического университета, а также химико-технологического. Если говорить о том, кто у нас работает, то работают специалисты очень высокого класса. Если говорить о специальностях, то это и физики, и химики, и специалисты в микроэлектронике, силовой электронике, программисты. Сергей Самойлов работает в «Найрософте» с 2008 года. Сегодня его должность – начальник монтажно-сборочного участка. Участок новый открыли в связи с интенсивным расширением производства. Имеет два образования – энергоуниверситет, а также закончил курсы по ремонту сложной бытовой техники. Касаем, как попал, знакомый посоветовали, пришел в 2008 году. Дали мне очень хорошего куратора, у меня был отличный куратор Олег Юрьевич. И вот и с ним начал потихоньку. Лет 7-8 я работал обычным монтажником. Потом руководство мне предложило немножко расширить свою деятельность. Я стал начальником этого участка. Сейчас в компании открыто 15 вакансий. Требуются врачи, медицинские сестры, инженер-механик, конструктор, специалист по внешнеэкономической деятельности, сисадмин. Есть возможность работать удаленно. Либо фирма поможет при оплате аренды за жилье. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Продолжение следует...